Просто до этого это никак нельзя было легально охотиться этим, а вот сейчас, когда такая возможность появилась, но, как мы знаем, у людей есть луки и в том числе с усиленными там плечами, арбалеты тем более, потому что вот я как в магазине работал, практически каждому второму арбалету покупали усиленные плечи, потому что у нас как бы усиленные плечи, это отдельная деталь. Вот что им сейчас делать? Есть ли у них какой-то вариант легализовать? Во все времена усиленные плечи самостоятельно, постановка была запрещена, что до принятия закона, что после. Как только вы поставили усиленные плечи, вы все встали там на тропу войны, вы стали вне закона, то есть вы сделали оружие. Вот, если раньше оно было просто запрещено, то сейчас оно требует, скажем так, легализации. Самостоятельно вы это сделать не можете. То есть теоретически есть возможность, скажем, здесь у нас в магазине Артемида, если вы приносите запчасть, то есть в разобранном виде свой лук-арбалет, мы беряйте запчасти, смотрим их, ну проводим аналитику там, экспертизу, вот, и на своих, скажем так, мощностях, используем своих там технологий, каких-то еще запчастей, можем произвести уже стрелковое метательное оружие, испытать его, сертифицировать, и вы уже приобретете его как стрелковое метательное оружие. Вот, то есть ты говоришь произвести, то есть это какая-то процедура подразумевает именно не как легализация, а именно это, типа, как-то? Это целая процедура, которая, начиная там от промышленной утилизации. Да, то есть это как бы его утилизируем, когда паспорт изделия вы получите, там есть технические условия, все технические условия соблюдаются, ну по сути это там условно нашего там ноу-хау, да, артемиды, но это право оружейной мастерской, которая имеет лицензию на производство оружия.